Друзья, в эти дни МЧС проводит акцию «Не оставляйте детей одних», приуроченную к Международному Дню Семьи и Дню Защиты Детей, а в ее рамках совместный проект с Театром Юного Зрителя. Буквально несколько дней назад в ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака. Так вот, прямо сейчас мы разыграем два пригласительных билета. Вы дозваниваетесь к нам в эфир и уже автоматически становитесь обладателями набора пожарных извещателей. А если вы еще и правильно отвечаете на наш вопрос, то получаете билеты в ТЮЗ. По-моему, все справедливо. Для этого наши эфирные номера громогласно озвучиваю 2-900-2-600 и 2-900-2-600-1. Ждать долго не пришлось. Алло, добрый день. Алло, алло, добрый день. Здравствуйте, говорите. Вы у нас уже в прямом эфире. Вот. Все, вы уже сразу к нам в прямой эфир попали, поэтому вы не удивляйтесь. У нас все происходит очень быстро. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Ну, раскрывайте секрет. Есть ли у вас дети? Дети у меня уже взрослые, но есть маленькая племяша. Вот. Я просто думаю, а с кем-то в ТЮЗ пойдем, а? Ну, с племянницей вроде можно. Поэтому, Наташенька, у нас все просто. Я вам задаю вопрос. Вы уже, во-первых, стали нашим победителем и уже забираете набор пожарных извещателей. Там это уже по-любому, да. Как ни крути. А вот сейчас будем еще пытаться выиграть пригласительный билет в ТЮЗ. Я вам задам вопрос. Ваша задача на него правильно ответить. Договорились? Хорошо. Будем сразу. Очень легкий вопрос. Такой немножко даже философский. То есть не обязательно отвечать конкретно. Можно как-то вот так от себя. Какая глубина надувного бассейна безопасна для ребенка от двух до четырех лет, если он купается один? Ну, ребенок, в принципе, не должен купаться один. Ну, так что? Так какая же глубина? Неважно, какая глубина. Любая глубина может быть опасна. Любая глубина безопасна. Точнее, опасна, если ребенок будет купаться один. Ура! Кричат вам дети. Ну, все. Вот и весь вопрос, вот и весь ответ, вот и племяшка уже отправляется в ТЮЗ. Видите, как все легко и просто. Наташенька, в школе вы до нас дозвонились, я вам за эфиром расскажу, где вы и как сможете забрать свои подарки. Ну, а сейчас всей стране приветы можете передавать. Вот всей стране сегодня поздравляю всех с замечательным праздником, днем, защитой детей, у кого есть детишки, племяшки, внучата и так далее, и так далее. Всех с этим замечательным днем, всем хорошего настроения. Впереди каникулы. Заботьтесь о детях, о их безопасности в том числе. Не оставляйте одних. Абсолютно с вами согласна. Наташенька, не кладите трубку. Кстати, позаботьтесь о своем спокойствии, милые родители. Научите детей соблюдать правила безопасности. Причем безопасности ребенка нужно учить каждый день. Это и беседа, и личный пример, и сказки, и мультики, истории жизни. Все это поможет объяснить, почему нужно быть внимательными и осторожными с опасными предметами, огнем, и какие правила нужно соблюдать на улице и дома. Вот вроде как-то призываем наших взрослых быть тоже внимательными и осторожными. Ну, а, конечно, будем наслаждаться музыкой. И дальше, Мурат Насыров. Друзья, все честно и без какого-то обмана, наш первый дозвонившийся получает набор пожарных извещателей. Давайте знакомиться с этим счастливчиком. Итак, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Представьте еще раз, как вас зовут? Давайте знакомиться. Миша меня зовут. Михаил, очень приятно. Михаил, ну, пока что немного информации для наших слушателей. В эти дни МЧС проводит акцию «Не оставляйте детей одних», приуроченную к Международному дню семьи и Дню защиты детей. И в ее рамках совместный проект с Театром юного зрителя. Буквально несколько дней назад состоялась премьера спектакля «Кошкин дом» по сказке Самуила Маршака. Прямо сейчас мы разыграем два пригласительных. Вы дозвонились к нам в эфир и уже автоматически становитесь обладателем набора пожарных извещателей. Ну, а теперь узнаем, достанется ли вам тот самый комплект пригласительных билетов. Михаил, готовы? Да, конечно. Михаил, давайте еще пара таких отвлекающих моментов и вопросов. Где вообще находитесь? На рабочем месте? Да, в данный момент, да, на работе. Где работаете? Раскройте секрет. Ну, как бы не нуждается в рекламе, контора такая. Давайте я промолчу. Ну, согласен. Зачем нам лишняя реклама? Ну, а хоть какую вы должность занимаете? Ну, так, раскройте хоть какой-нибудь маленький секрет. А, должность. Ну, инженерная должность. Это хорошо. Я тоже в какой-то степени когда-то был инженером. Друзья, итак, поехали. Вопрос для Михаила. Какого из этих предметов нет на пожарном щите? Михаил, вам, наверное, должно быть чуточку проще, как никак вы инженер. Итак, смотрите. Вариант номер один. Лом. Вариант номер два. Багор. Вариант номер три. Огнетушитель. И вариант номер четыре. Грабли. Итак, какого же из этих предметов нет на пожарном щите? Ну, как бы и грабли, они в другом месте должны быть. И не на пожарном щите. Самое главное, не под ногами. Потому что мы, белорусы, на одни и те же грабли дважды не наступаем. Ну что ж, Михаил, я вас поздравляю. Вам достаются те самые пригласительные. Где и как забрать, расскажу через несколько секунд. Ну, а прямо сейчас давайте передавать приветы. Кому передадим с вами привет? Приветы. Да всем привет. И наилучшие пожелания с первым прекрасным таким летним днем. Ну, и нескучный вечер вообще. Ну, это самое главное, Михаил. Что еще добавить? Спасибо вам за участие. Оставайтесь на линии, не кладите трубочку. Расскажу, где и как забрать ваши подарки, друзья. Ну, а мы с вами продолжаем.